Симпл для меня это стабильность Это желание побеждать Можно это будет одним словом И Ну наверное Нави все таки Ну а как без нави, все таки 5 лет уже он В этой команде Ну поехали, я готов в принципе Мне начинать просто так, да? Ну я ему сказал, что я за 2 дозы Пфайзера готов отработать Поехали, готовы ли мы? Поехали Нет, я понял, ты вопрос перефразировал А мне слово нужно подобрать Когда я познакомился с Сашей, он был зеленым Извините, а можете повторить вопрос? А то я прослушал Я вот буду добреньким, Саш Надеюсь, ко мне он так же Это надо, получается, за бутылкой пива Это все рассказывать Ну как мы с Аней там тусили один раз Ну расскажи Ну нет Вопрос простой и очень сложный Симпл или займут? ГГБ В первый раз я услышал про Симпла Когда он еще в 2013 году Пришел в Киев, в Киберзонку На лан-отборочные На один из самых крупных на тот момент Турниров вообще в мире КСа ЕСВЦ Не знаю, то ли один, то ли два слота Разыгрывались тогда И в полуфинале он играл против команды Блейда Тогда за Блейда еще играл Бондик Призрак Не помню, кто-то еще Но суть в том, что тогда Они считались одной из самых крутых команд в регионе Одним из главных претендентов На проход на ЕСВЦ На получение того самого слота И вот в полуфинале Абсолютно неизвестные абсолютно никому ребята Симпл вместе с Сарчем Еще какими-то ребятами По-моему, Ретрик, Тедди Может быть, Смайк При счете 15-14 в пользу команды Блейда Симпл, у которого там уже что-то 29 или 30 фрагов Да они в итоге проигрывают И одна решающая карта Все, конец И ребята должны только за третье место играть А Блейд и компания проходят в финал Но вот тогда, наверное, я впервые обратил внимание на такого игрока На такую команду в целом И, конечно, вот тогда они впервые засветились на хоть какой-то локальной украинской сцене И, ну, я думаю, что ребята, против которых тогда Симпл играл А он очень круто играл Я уверен, что они его уже тогда запомнили И учитывая то, что он после этого начал ходить на Или, может быть, уже даже в этот момент Начал ходить активно на АИМ-турниры На финалы Старладера в арену Обыгрывать там всяких шаксов Скримов Ангелов в том числе И, ну, один на один В один на один формате Конечно, он не совсем серьезный Но, тем не менее, этот никнейм Когда он от Старладера к Старладеру Постоянно светился в финале АИМ-турнира Даже если там играли проигроки А не просто участники, зрители То, конечно, на это обрешали внимание И впоследствии, конечно же Не обратить внимания на такого игрока Который на равных играет против лучших в мире Уже в 2013-м было реально сложно В 2012-13 году Уж не помню, когда CSGO появился Мы в 2012-м Мы очень поздно начали в него играть И стали тренироваться с определенными командами И вот, по-моему, была такая команда В Киеве Ландоджерс И мы с ними буквально играли несколько тренировок Ну, мы играли в CSGO не очень хорошо Но все равно там переезжали, в принципе, любых Вот таких вот средних местных команд Но в Ландоджерс был один парень Который выделялся уже тогда То есть начало эпохи CSGO И чувак набивает на нас Там по 20-25 фрагов То есть мы там заходим на точку Его тиммейтов там уложили Там постреляли-расстреляли Бомбу поставили, а Симпл все равно там ухитрялся Двоих-троих с собой забирать И вот я четко помню, что именно Симпл тогда был очень хорош Чашко играется Ну, а потом, конечно, все эти АИМки на Старладере Да, какие-то ноутбуки он там выигрывал Планшеты он выигрывал И все это было в тот момент, когда мы сидели на сцене Разыгрывались, чтобы там сразиться с очередной европейской командой Симпл По центру на такой импровизированной сцене Стоял и играл АИМ-турнир Ну, вот представьте, ребенок 9 класс, 8 класс Ну, как его отпустить на ночь в клуб? Где-то на Шулявку Тогда на Шулявке уже был этот клуб И потом Алеша звонит и говорит Мама, встречай там Сашу Он едет, он выиграл монитор Планшеты какие-то там, что-то такое Я его на такси отправила Встретьте его там Я говорю, что он выиграл? Заходит, заносит монитор Колонки какие-то там Потом от компьютера какой-то такая железяка Ну, я не знаю, как она там называется Планшет он выиграл Потом поехал еще один планшет То есть он постоянно туда приезжал И, естественно, он занимал первые места там И все Поэтому так его и взяли во флипсайт Блэд же его взял Заметили его там, что он выигрывает все время Если я не ошибаюсь, флипсайт была первой командой Где Саша уже играл под руководством Блэйда именно Потому что до этого у него там были свои команды Которые как-то там эволюционировали Это все такой был френдли движ, скажем так А потом он играл уже с Блэйдом Но те времена они были такие импульсивные Насколько все помнят Очень много вокруг этой команды Было инфоповодов вокруг взаимоотношений Уважений и так далее, и так далее Каких-то высказываний Я помню прекрасное это время, действительно Когда я познакомился с Сашей То он еще был очень молодой, юный И, само собой, мало что знал об игре И в основном я ему дал знания Старался дать максимум знаний И так как в принципе CS GO, вся экосистема не сильно Масштаб не сильно большой у нее И она не сильно развита То, соответственно, Саша как продукт этой игры Он был не профессионалом И просто геймер, который хотел играть, побеждать В прошлом Саша был не сам У него была не самая лучшая репутация Это можно, наверное, скинуть на то, что он был очень молодой Неопытный Многие вещи делал необдуманно То есть сначала сделал, потом подумал Это нормально Плюс, мне кажется, его характер Вспыльчивый характер И какая-то внутренняя ярость От каких-то стыдных Или не самых неловких моментов Она частично дает ему, наверное, какую-то силу в игре Вот Но это проявлялось и в жизни И он мог где-то вспылить Кого-то оскорбить и так далее То есть я бы это скинул все-таки на возраст Плюс его характер Когда я первый раз его увидел и узнал о нем Как об игроке Я понял, почему о нем все говорили И я не имею в виду токсичность Я говорю про его скилл Это было на финалах Старладера в марте 2015 года Точной даты я уже не помню Но где-то в конце марта Он тогда еще не очень хорошо говорил по-английски Он был такой молодой, дерзкий И играл под капитанством Блэйда Который был очень строгий и организованный И что, как мне кажется, было проблемой для Симпла И создавало напряженности в команде Тогда я впервые обратил на него внимание В том году я наблюдал за ним еще на нескольких турнирах Включая ей СВЦ в Монреале Решение, которое он принял как до, так и после этого чемпионата А также встреча с Хико Изменили его карьеру Впервые я услышал о Саше в 2014 или 2015 Ну или 2016, я точно не помню Я не знал почти ничего о нем А потом мне написал владелец или кто-то из менеджмента Флипсайд И спросили, не хочу ли я сыграть на замене за их команду на ЕСВЦ в Монреале И они мне сказали, что Симпл сам лично попросил о том, чтобы позвали именно меня Я не знал его и никогда не общался с ним до этого случая Я даже и не слышал о нем ничего Так мы познакомились И первый раз поговорили с ним именно на СВЦ в Монреале Где я играл за них на замене Я знаю, что у Симпла была не лучшая репутация на то время Особенно в период Флипсайд и раньше Но тогда я не был в курсе всего этого Потому что не особо следил за СНГ и европейской сценой Но вот один из товарищей по команде, за которую я играл, тогда сказал мне О, я слышал, ты там собираешься сыграть за команду Симпла Ты же знаешь, что он токсик и у него очень сложный характер Он, конечно, классный игрок Но он отвратительно ведет себя по отношению к тиммейтам Мы с Симплом сразу подружились И я видел, что он относится ко мне с уважением Мы часто проводили время вместе и много общались на том турнире Вместе делали фотки и выкладывали их в сеть Мне казалось, что он чем-то хотел быть похожим на меня В плане стримерства И воспринимал меня своим наставником Мы много общались на турнире Да и после поддерживали связь и периодически переписывались Я первый раз его увидел на турнире Каком-то шоу-матче Аимки Один на один такое Где он выиграл Я там тоже где-то попал в топ И мы его пригласили в команду С характером у Саши тогда, конечно, было не фонтан Будем откровенны Но насколько он был плох по характеру Когда он садился за компьютер Настолько же он был хороший, приятен Как малой, который вне компьютера Который можно пообщаться Вне тренировочного процесса Но помню, что он вообще не стеснялся в выражениях Касательно, насколько хорошо или плохо отыграл тиммейт Даже во время игры Он мог прямо обозвать, обматерить Независимо от возраста То есть видно, что у него не было, скажем так Чувства вот этой грани Когда нужно остановиться Когда можно остановиться Скажем так, всегда стараюсь построить команду Не отталкиваясь от личности То есть мне для меня важно, чтобы команда работала как целая И Саня на тот момент просто не мог То есть он все понимал Мы с ним отлично общались И на тренировках, и вне игры Но когда начинались какие-то терки В основном между ним и кем-то из команды Атмосфера становилась антирабочая И, скажем так, каких-то таких больших вершин В такой атмосфере не достигнешь Так как и на стримах любят порейджить И мы помним молодого Саши Симпла Который какие-то там невероятные вещи исполнял Но, опять же, с возрастом все это притупляется Все это проходит И человек становится мудрее Характерная черта Сани Это вот стремление всегда побеждать Возможно, это и создавало такой некий сложный характер для него Потому что ему уже важно победить Не важно, он играет там матчмейкинг, аимку один на один Матч или ФПЛ Да, возможно, частично именно с этим стремлением побеждать в каждом матче Были связаны его сверхэмоциональности, скажем так Когда он показывал себя как один из самых таких ярких талантов Но все это было омрачено его баном на ESL Который не давал ему раскрыться на полную Потому что не каждая команда захочет себе даже суперталантливого игрока Брать на постоянную основу Когда за ним вот такое вот ограничение То есть он не мог играть в турнире ESL ESL на тот момент это была добрая, наверное, половина турниров крупных И присутствие бана от ESL Причину этого бана я не помню Я помню, что Саня говорил, что это из-за того, что он использовал что-то в 1.6 То ли скинченджер Честно, я не помню Он говорил, что это не касалось CSGO Ну и там этого бана оставалось не так уже много, когда мы его брали в команду Поэтому мы так решили посмотреть, как играет парень Присмотреться к нему А там уже решать Это, знаешь, как в медиаполе происходит маленький такой всплеск, как взрыв И я такой О, типа, найс хайпи Но при этом Всегда же очень ведь важно находиться То есть недостаточно быть просто перспективным и хайпить Надо показывать результат И здесь было интересно, потому что ты смотришь на объект Который должен пойти вверх Либо, естественно, как звезда погаснуть Одна команда его берет, другая То есть он там что-то туда-сюда Пошел, там с темпой играл То есть какое-то время он там и в Hellraiser сыграл, и во Flipside То есть, короче, он, в принципе, вот с самого начала, да Он с начала игры, он переиграл там со всем топом нашего региона Да, я впервые услышал о Симпле Когда он играл еще в Wars Players Много лет назад И сделал нереальный хайлайт на кэш с Дигла Вскоре после этого я играл против него Когда он еще был в Hellraiser И тогда он сделал эйс против нас с Глоком Тогда стало понятно, что он жесткий Но никто еще не знал, насколько И он, конечно же, был главной ударной силой в Liquid И можно было сделать вывод о том, какой он игрок Хико увидел в нем яркий талант Который мог бы помочь ему построить команду мечты Которой он лишился из-за iBuyPower Хоть и не по воле кого-либо из игроков У него появилась надежда И я думаю, что Саша рассмотрел в Хико прирожденного лидера И просто приятного парня, с которым легко найти общий язык Я думаю, что Хико не особо интересовали все эти разговоры про токсичность Которые приписывали Симплу И он видел в этом возможность Полагаю, что именно поэтому они в итоге сдружились И когда Хико пришел в Liquid Он предложил организации взять Сашу в команду Это был огромный риск для Симпла Учитывая его возраст на тот момент Но это доказывало, что он хотел проявить себя Затем я пришел в Liquid Я точно не помню, сколько прошло с того турнира с Flipside И нам понадобился пятый игрок И я подумал, нам нужен Авапер Кто-то молодой Да и чем больше талантливых игроков в составе, тем лучше Особенно учитывая, что такое делали многие в то время Использовали тренера в качестве ингейм-лидера И максимально усиливали команду талантами И мне пришла идея Почему бы нам не взять Симпла Если такая возможность есть, то выбор очевиден Тем более, что мы отлично ладили И мне казалось, что он не мог полностью реализовать свой потенциал в команде За которую он играл на тот момент Я не помню, что это была за команда И была ли она вообще тогда Если я не ошибаюсь, он как раз получил бан от ESL Я помню, как я сказал ребятам Слушайте, у меня довольно хорошее отношение с Симплом Давайте я свяжусь с ним и спрошу Эй, Саша, не хочешь присоединиться к Liquid? Мы поможем тебе перебраться в США, оформить визу, все дела Я помню, что он не сразу согласился А попросил время поговорить с семьей Все решить и потом дать ответ Он написал мне менее чем через сутки По-моему, я связался с ним вечером А на следующее утро он уже мне сообщил Спенсер, я в деле О, это был кошмар Можете себе представить? Пятнадцатый год Ребенок заканчивает одиннадцатый класс Поступает в инъяс На китайский язык И в декабре месяце не сдает После сессию А приходит и говорит Мама, я не буду сдавать Мне смысла нет Я второго февраля улетаю в Лос-Анджелес Ну, ребенку семнадцать лет Ну, можете представить, наш шок Как? Куда? Какой Лос-Анджелес? Саша Ну, я думала, он шутит Ну, он говорит Мама, я не шучу У меня билеты на руках Меня подписала команда И я улетаю в Лос-Анджелес И он улетел Когда Саша Впервые отправился В Америку Я был очень за него рад Я топил за него Вообще там Всем сердцем и родителям Говорил о том Что это очень крутой шанс И это настоящая мечта Это было действительно круто Во-первых, он сразу же выучил язык Во-вторых, он получил очень крутой опыт Потому что там играли игроки на то время С мировыми именами И Хико Они с ним сдружились Я помню, он всегда очень хорошо о нем отзывался В общем, этот период времени Мне кажется, это был один из самых таких важных периодов Когда действительно он получил, скажем, double XP Это именно тот период Ему там было хорошо Комфортно Но моментами он, конечно Все вот эти языковые барьеры Менталитет Немного было Одинокое Ему было скучно Все-таки Находиться в чужой стране Это маленький стресс Бросил все Вышел из зоны комфорта Уехал в другую страну И Ну вот тогда О нем очень громко заговорил Уже, наверное, весь мир И Действительно Вот это вот его решение Оно было Я думаю, ему Ну, поначалу удалось легко Но со временем он осознал Сложность Бытия Вообще в другой стране На другом континенте И Ну тогда он очень много играл Тогда он очень много стримил Даже ютуб-канал, я помню Завел в тот момент свой Который С того момента, наверное, там ничего и не появлялось Нового Но Тогда он сделал Из себя действительно Полноценного киберспортсмена И вот Его американский этап, наверное Это такое вот очень Очень много ему дал Парень супер одаренный А Возможно Слухи о его характере Недостаточно дошли Скажем так До другого конца земного шара Поэтому Ребята решили рискнуть И не прогадали Как показывает мой опыт Люди с тяжелым характером В англоязычных командах Показывают себя Намного лучше В том плане, что Знаешь На чужом языке Как-то сложнее мошнить Сразу Нужно адаптироваться Привыкнуть По-моему Это был Дримхак Мастер с Малмо Я встал Ни свет, ни заряд То ли из-за джетлага То ли просто рвался в бой С утра пораньше Но я помню Как пришел позавтракать И там был Только Симпл Поэтому я сел рядом с ним В Ликвид Тогда взяли Коста На позицию авапера И по этому поводу Было много хайпа Потому что Это давало бы Симплу свободу действий И возможность Исполнять гибридную роль С Икеи или М4 Я помню Мы сидим Завтракаем И он такой мне говорит Мне все равно Кто там снайпер Я буду играть с АВП Я спросил Что ты имеешь ввиду И он ответил Я беру АВП Мне без разницы Что говорят мои тиммейты Коста просто не вывозит Естественно Он не сказал это дословно Но суть была в том Что это моя роль И я никому ее не отдам Да Я потом играл На какой-то из ролей с АВП То ли за атаку То ли за КТ Я уже не помню Но я помню Когда он много файл И хотелось самому поиграть Я про себя еще подумал Что это не очень здоровый подход Потому что если команда Не согласится на это Или Коста окажется Не очень хорош с другим оружием То это может создать проблемы Во многих ситуациях Экономических Стратегических Так и межличностных Нарушать сплоченность И настрой команды Я такой подумал Это конечно интересно Но не знаю Что из этого получится Поэтому да Проблемы внутри команды Несомненно были Симпл мог вести себя Достаточно эгоистично порой И полагаю Ему пришлось много Работать над собой Чтобы от этого избавиться По правде говоря Я не всегда вставал На его сторону Когда у нас были конфликты В коллективе Или то Как он себя вел иногда У нас присутствовали разногласия В самом начале Он был ярким примером того Как в спорте Настоящий талант Пересекается С непониманием того Что должны делать Все игроки Вы настолько талантливы Что все сводится К тому Что вы делаете Но вот в команде Нужно учиться тому Что вы не всегда Сможете делать Все что захотите Если необходимо Помочь кому-то Из тиммейтов Чтобы команда Стала сильнее И смогла победить Против того или иного соперника То нужно это делать Как в клатче Один в двоих Против натик на кэш В рамках мейджора Исэль Ван Кёльн 2016 Выступая за тем Ликвид Когда он спрыгнул с Хейвен И поставил два нереальных ноу-скопа Первый фраг Еще можно случайно попасть Так как противник Находился близко Но вот второй Был с большого расстояния Такое попадается Может быть Один раз из шестнадцати Но они даже не смогли стрелить Эти два типа К тому моменту Он уже продемонстрировал Отличную форму В Бифнаве И играл против натик Которые выигрывали мейджоры За выход в финал Где их ждали СК Гейминг Противостояние Которых все ждали Это было прям как Нео в Матрице Когда он остановился Пули И его невозможно было убить Он просто сломал игру И когда я увидел этот момент Я вспомнил Как чуть ранее До этого написал В Твиттере Этот парень Станет лучшим игроком В истории КСГО И этого стоило ожидать Учитывая то Что он показывал в игре Будучи еще очень молодым На тот момент И играя за команду Которая не знает Его родной язык И разговаривает На своем американском Как будто английского Им недостаточно В тот момент Стало ясно Что нас ждет Что-то действительно Особенное В КСГО Его прям начали Все боготворить И когда он мне прям Дико запомнился Это когда он играл В The Liquid И этот момент на кэше После которого Это прям Татуировка на стене Появилась Это было что-то нереальное То есть казалось Что таких моментов Ну просто нет Их быть не может Но Саша их Сделал И я тогда Комментил эту игру Вместе с Ухо Мы тогда просто Невероятно удивились Орали, кричали И я понимаю Что ни один игрок Из Counter-Strike 1.6 Который пришел В CSGO Никогда так бы не сделал Потому что Игрок бы просто Не подумал Что так можно делать А Саша понимал Что можно упасть И вот так вот раздать И это конечно Было что-то невероятное Не знаю Человек способен Как-то Не знаю Не способен А склонен Избегать какого-то давления Избегать какого-то риска Саша берет эту ответственность На себя Он рискует И он Вот его это Игровое чутье Оно позволяет ему Оправдывать этот риск Но Саня всегда Поражал своей игрой То есть даже в то время Он был Таким Изобретательным Он таким и остался И Постепенно да Уже хотелось С ним в одной команде Поиграть Потому что он Выглядел как очень Крутой чел Команде Liquid За границей Тем более на другом континенте В США Очень сильно На него повлиял Он как бы повзрослел Быстрее чем нужно было И это дало ему Однозначно Больше плюсов Он Получил во-первых Опыт Культуры общения В целом Он немного подчеркнул Западной культуры Как развивается команда Как Развивается личность Внутри команды Как взаимодействуют Игроки Внутри команды В той культуре И так далее Плюс Скорее всего Он получил еще опыт Какой-то В медиа пространстве В маркетинг пространстве Потому что мы знаем Что в Америке Это очень Развитые Они впереди Других Поэтому Опыт был Очень ценный Но я знаю Что Ему В том возрасте Было очень Некомфортно Там находиться Такой долгий период Поэтому он туда В принципе Въехал Ближе к друзьям Это другая культура Другая страна Это не твой дом И ты чувствуешь себя Чужим Однозначно Не все было идеально У нас были проблемы Межличностных отношений В команде Но в то же время Я понимаю Что Саше Пришлось уехать От своей семьи Девушки Друзей Любой Кто знаком С Сашей Знает Что у него Очень много Друзей С которыми Он общается И что у него Отличные отношения С родителями Также ему Пришлось пожертвовать Отношениями С девушкой Чтобы переехать В другую страну И профессионально Играть в компьютерную игру Я знаю Что ему было Очень тяжело И да В какой-то момент Дела у нас Шли очень хорошо Мы попали В финал Мажора Но я полагаю Он всегда Скучал по дому Мы удивились Сейчас ночи Звонок в дверь Мы открываем дверь Саша стоит Чемоданом Я говорю Саша А что ты тут делаешь Он говорит Мам Я не хочу В Америке жить Представляете Я говорю Саша Ты бросил Учебу Улетел Для того Чтобы Мне там не нравится А я говорю А что ж ты теперь Будешь делать Ничего Буду тренироваться Я тогда Так переживала Думаю Боже мой Не учится Для меня Университет Был важнее Чем Киберспорт Понимаете Для родителей Это важно И мы улетели Он дома Сам сидит Постоянно В этом компьютере Я так Переживала За него И тут Мы приходим С пряжи И он Нам пишет Мама Поздравьте Меня взяли В Нави Первый раз Мы с Сашей Познакомились Еще до Трансфера Мы попросили У Team Liquid Разрешение С ним пообщаться И я с ним Встретился В Киеве Мы пошли В какой-то Ресторан На Харьковском Пообедать Но собственно Для меня было важно С ним поговорить Понять Что он за человек В общении Он супер приятный Ну в общем Никаких Таких штук Которые С ним связывали Внутриигровых В общении Было незаметно Абсолютно И собственно После этой встречи Мы приняли уже Финальное решение Что мы Ну готовы попробовать Когда Нави Предложили Присоединиться к ним Он просто Не мог отказать Я думаю Что его основной целью Тогда было Попасть Именно в Нави Когда мы ездили На турниры с Ликвид Он всегда проводил Время с ребятами Из Нави И постоянно С ними общался И это было понятно Ведь они все Были с одного региона Какой смысл Тусоваться С этими глупыми Американцами Если можно пойти И перетереть за жизнь С русскими И украинцами Было понятно Что он всегда Хотел играть в Нави И это была Его команда мечты И когда Нави Позвали его к себе Убеждать его Остаться Было бессмысленно Даже попадание В финал мажора Обыграв Нави По пути Не помогло То, что Саня Хочет играть Именно в Нави Я понял Еще на Мажоре В Коламбусе И, собственно Это знали мы Это знали наши игроки Он где-то Это упоминал Поэтому Это так же Подкупало Желание его Собственно Не просто Уйти из Ликвид Или вернуться домой А перейти именно в Нави Мои первые впечатления Саши Они были Такие как Противоречивые Настороженные Я так смотрел То есть Ходили служки О его нраве О его характере О его таланте Когда ты его встречаешь Живую На самом деле Саша Он Располагает к себе И ты вот так Общаешься с ним Знаешь Так вот Типа Сопоставляешь То, что ты о нем Слышал И то, что ты сейчас Видишь И немножко Не стыкуется То есть Ну Адекватный Прикольный Парень Там Располагающий Добрый Вроде доброжелательный Общительный Конечно У нас были опасения Касающиеся Его там Персонали Или прошлого Я лично Очень много Тимспиков Которые На тот момент Можно было найти В интернете Слушал Это Были игры команды Hellraisers Это были игры команды Flipside Уже тогда Я понял Что для Саши В целом Не существует Авторитетов Вот И Позволял он себе Конечно Очень много Позволял Лишнего Конкретно Эти вещи Мы обсуждали Еще до Заключения Собственно Контракта И Ну Могу сказать Что в Нави Таких Прямо Ситуаций Не случалось Андрей Не кричи Садьба Не реально Сделал ошибку Стопа Ты мне что-то не говорил Ты это сказал Больше не говори Ну что вы Андрей Пойдем Спину убить не можешь Типа Который в меня стреляет Саша И начинай И в тот момент Когда Саша пришел Команда Получила Больше Так скажем Какой-то такой Прилив свежей крови Как говорят обычно То есть Это действительно Так и произошло То есть Было какое-то Вливание Новой энергии Новой какой-то Нового подхода К игре В целом Там Все отзывались О Саше Как о очень Тимплейном То есть Например Гардиан Вообще Говорил Что это лучший В тот момент Это лучший Тиммейт С которым Ему доводилось Играть Настолько Саша Вот в игре Коммуницировал Да Предлагал Какие-то Решения Действия Что Как бы Всю команду Зарядило Вот в самом начале Было такое ощущение Что вот Прям Ну прям Классно Вот Прямо он попал Туда куда нужно И не было Такого сильного Разрыва Между старичками И молодыми То есть Скорее Это больше Более молодая Команда стала Я бы так сказал Да Когда он пришел В НАВИ Все думали Что они станут Лучшими Потому что Там был уже Гвардиан Который показывал Высочайший уровень Да и сейчас Является Одним из сильнейших Игроков Хоть у него И были проблемы С рукой Люди также Забывают Что Зевс Когда-то был Просто игроком Поддержки А не внутриигровым Лидером Которым являлся Старикс Ну а затем Валв Изменили Правила Для тренеров И НАВИ Пришлось Сделать Сизда Ингейм Лидером Люди говорили Ну Видимо Придется Звездным Игрокам Тащить Я помню Их первый Турнир Где они Даже не вышли Из группы На Старс Сириес В Украине Многие Смотрели На это Скептически Эта команда Не работает Он Слишком Неопытный Слишком Агрессивно Играет И не Вписывается В общую Лучшая Команды В мире И во многом Благодаря Симплу И его Невероятной Статистике Я помню Этот хайлайт На Мирридж С Диглом Где он Кажется Убил Четверых По одной Пуле На каждого Он Демонстрировал Уровень МВП Турнира Для тех Кто не в курсе Это был Первый Выигранный Турнир С призовым От 250 Тысяч Долларов В карьере Гвардиана Именно Поэтому Он Плакал После Финала Что мы Не успели Подготовиться Ну действительно Тогда было Совсем У нас Такой промежуток Короткий Когда мы Уехали В Нью-Йорк На этот турнир По сути По ходу турнира Мы просто Набирали форму Старались Как бы Играть Как вот Играется И Как-то Вот Победа За победой Раз в финал И победа В финале И Это был Действительно Такой Немножко Неожиданная Победа Скажем так Но все Ее ждали С точки Зрения Того Что Саша Присоединился То есть Вот он Как бы Состав Сейчас Когда у нас Прямо Ну все Укомплектовано В целом ESL Нью-Йорк Никогда Не покорялся Нави До этого Слезы Владислава И как-то Ну очень был Крутой Эмоциональный Момент Я Там Я ПРБ На тот момент Head of Media Мы Сорвали Голоса Мы Гуляли С кубком Потом Ночью Мы На следующий День пошли Брить Голову Юджина Который Собственно Пообещал Побриться на лысо Если мы Этот турнир Победим Я тогда Сказал ребятам Что если вы Выиграете Турнир То я Постригусь На лысо Вот И они Выигрывают Тогда этот Нью-Йорк Вот И меня Все ведут В парк Бреют Женя Золотарев Меня Бреет Машинкой Да 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 Лысый Бреет На лысо Поэтому Такая Эйфория Она Пришла Практически Сразу После Присоединения С Ани Но Потом Что случилось Потом Тоже вы Все знаете А затем Начался Спад Команда Не попадала В топ-4 На мейджорах И не выигрывала Турниры Они показывали Неплохую игру В группе Но вот В плей-офф Проигрывали Более сильным Соперникам Он показывал Очень хороший Уровень игры Но не настолько Потрясающий Как в следующем Году Да Он был Хорош Но возможно Немного Не хватало Опыта в игре Я помню Как многие Аналитики Эксперты И люди С которыми Я спорил На турнирах Утверждали Что Симплу Не нужно играть С АВП И чтобы С АВП Был только Гвардиан Они думали Что если Будет только Один снайпер То это Поможет Гвардиану Вернуться в форму Они считали Что он Слишком агрессивный Игрок И ему не нужно Делать эти Сумасшедшие Выпады А стоит Играть Более Консервативно Сдержанно И поднабраться Опыта Им казалось Что если Смотреть На его стиль игры А им у него Просто нереальный Что у него Какое-то Неправильное Расположение Прицела Он целился Как ему было удобно Он стрелял Как терминатор Просто резко Наводился И убивал По их мнению Так играть Было нельзя Но как мы видим Их мнение Оказалось Абсолютно Ошибочным Я не знаю Ни одного Более жесткого Снайпера В КСГО И если так взглянуть То ему пришлось Отыгрывать агрессию Чтобы сформировать Пожалуй Самый доминирующий Стиль На данный момент Я думаю Что каждый игрок Должен пройти Этот путь Когда Когда сложно После Нью-Йорка Вот этот период Когда у нас Была череда поражений Мы по-моему На протяжении года Ничего не выигрывали Вообще Саша на самом деле Я думаю Получил хороший Жизненный урок В тот момент И он закалился Он получил Необходимую дозу Проигрышей Когда ты доходишь До стадии Когда все Хватит Не хочу больше Проигрывать То есть все Урок закончен Теперь я готов Там типа Побеждать Вот И это вот Очень важный момент Когда игрок Действительно Принимает Одно Второе Третье поражение И он доводит себя До состояния Когда Все Он готов Готов Просто сейчас На максимум Выкладываться Просто он уже побывал Там где были Проигрыши Он больше туда не хочет Как бы И с Сашиным характером Это тем более Вот Это такой Период Как бы Такой трамплин Толчок Одна Скажем так И ты После этого Просто Только вперед Все выше И выше Он был Не то что Молод Он был Очень Очень Юн И В нем Всегда бурлила энергия Он очень много Играл Он очень много Тренировался Он ночами Тренировался Тренировался В выходные Дни Иногда Забивал На какие-то Не знаю На реальную жизнь Я уверен Что это был Сложный период Плюс Он прекрасно Понимал Что для того Чтобы побеждать Нужно все Наладить В команде А Насколько Помнят Наши комьюнити Тогда были Тяжелые времена Да Весь тот год Выдался Очень напряженным Учитывая Его предыдущий Опыт В Team Liquid И Flipside Особенно Последних Где он Неуважительно Высказывался О Блэйде И Маркелове На сервере И в интервью Люди думали Ну Хоть он и хороший Игрок Но Возможно Он деморализует Своих тиммейтов И может быть Именно поэтому Гвардиан Потерял мотивацию Особенно После того Как Гвардиан Пришел в фейс И снова Стал блистать И они стали Топ-один командой В мире Было множество Разных противоположных Мнений Что возможно Дело в симпле Или в игровом стиле Что он не понимает Как работает Командный Counter-Strike Это не дуэль Один на один Это командная игра Тут нельзя Выиграть в одиночку Хотя и это Мнение в итоге Не подтвердилось Потому что Если кто и может Выиграть в одиночку То это симпл Ребята из Нави 2010 Когда играли Симплом Говорили Что он Невероятно Тяжелый Но При этом Человек Который Может творить Какие-то Невероятные чудеса В CSGO То есть Парень с которым Реально трудно Работать Но Человек Который Горит игрой Который Хочет Побеждать И который Делает Для этого Все Не всегда Шел на компромиссы Погрызался Скажем так Любил Повоевать Со старичками Там Не знаю Накричать На них Любил Рейджить Но При этом Все это Перечеркивал Ну Какими-то Сумасшедшими Фрагами Уже Непосредственно На турнире И это Конечно Удивляло Очень сильно Опять же Что Что Зевса Что Эдварда Ну Удивить Было Очень тяжело Потому что Они сами В свое время Круто играли И видели Многих игроков Которые Творили Невероятные Вещи Но Симпл Как Тиммейт Как игрок Их очень сильно Удивлял Порой Саша Действительно В жизни Совершенно Другой Человек Вот С ним Если Вот так Вот Прям По душам Можно поговорить Пообщаться На какую-то Тему То Достаточно Комфортно Когда начинается Тренировочный Процесс Когда начинаются Игры Человек Меняется Становится Очень требовательным Эгоистичным Таким Напористым Иногда Резким И У меня Не раз В карьере Вот С ним За время Пока Мы вместе Работали Возникали Такие Противоречивые Чувства Когда Ты Вроде С ним Очень Так Достаточно Близко И тесно Общаешься А потом В какой-то Момент Настолько Накаляется Градус В отношениях Что Ты не можешь Понять Ну как Только что Ты с Аней Прям Прям Вот Вы Чуть ли Не братаны А тут Прям Сразу Раз Чуть ли Не Прям Кита Враги Ну Такое Знаешь Неоднозначное Такое Постоянное Состояние И В общем Не давал Он скучать Я прихожу В команду В которой Нави Которую Мы хотим Снова Поднять И в ней Есть Один из лучших Игроков Мира И Нужно Вот Все Вместе Было Его Характер Его Молодую Такую Кровь Совместить С желанием И с планами Команды И еще Как бы При этом Чтобы Отношения Были Хорошие Чтобы В игре Он Себя Комфортно Чувствовал И Вот Это Все Оно Немного Давило Потому Что Мы В первое Время Много Ругались Не то Что Саше Саше В том числе Потому Что Он Такой Победитель По жизни Но Тогда У него Еще Больше Было Этого Рвения Сейчас Он Успокоился Насколько Я знаю Даже Последнее Время Которое Мы Играли Он Изменился Во многом Но Тогда Он Кипел Очень Жестко Особенно Если Он На Тренировках Набивает Много Фрагов Такой Частенько Бывает Упасит А мы Проигрываем Ему Кажется Что Команда Не дорабатывает Команда Виновата И Поэтому Мы Частенечко Частенечко Так сказать Горели Ругались И всякая Такая Хрень Происходила Я Полагаю Что Зевс Оказал Огромное Влияние На Симпла Одно Из Отличительных Качеств Зевса Которое Можно Рассматривать Как Минус Если Вам Не нравится Его Стиль Игры Его Размеренный Методичный Подход Следуя Плану Подпушивать И дергать Пленты Не выходить На точку Сразу А Выжидать Кажется Что Бомбу Просто Не успеют Установить Но Они Почти Всегда Успевали Против Такого Стиля Очень Неприятно Играть И Поэтому Я Всегда Давал Должное Зевсу Он Один Из Игроков Ингейм Лидеров Который Давал Бой Астралис Когда Они Были На Коне Ему Удавалось Манипулировать Ими И Заставлять Их Играть По Его Правилам Как Это Было На СЛ Ван Кёльн 2018 Года Если У вас В команде Есть Такой Игрок Как Зевс И Вы Сами Не Добились Больших Успехов Но У вас Есть Мозги То Вы Должны Его Слушать Скажите Ему Слушай Научи Меня Сделай Из Меня Гвардиана Ну Или Маркелова Когда Он Был Лучшим Игроком В мире В вашей Команде Так Или Иначе Это Говорит О том Что К Нему Нужно Прислушиваться Молодой Игрок Который Показал Себя Очень Хорошо Против Чувака Уже С каким-то Не знаю Своим Багажом Даже Багажом Эго Когда Уже Это Можно Как-то Зацепить Мне Кажется Такие Моменты Были Какие-то Несостыковочки Притирочки Шероховатости Они Как и Онлайн Так и Медиапространстве Так и Поза камерами Были моменты Все их помнят В общем Тоже было Несладко Мне было Мне было Вдвойне Тяжело Скажу честно Потому что Я просто Не привыкший Я уже Знаете Я уже Такой Себя Тогда Чувствовал Немножко Пенсионером Который Пришел Собраться Выигрывать Но Спокойно Спокойно Легко Постепенно Шаг за шагом А там Спокойно Не получалось И поэтому Много Тратилось На это Энергии Сил Ну Я понимал Что надо Идти дальше Нормально Зато Я очень Рад Что При моем Капитанстве Саша Стал лучшим Игроком Мира Как бы Немножко Этим Даже Горжусь Как бы Вот Если посмотреть Старое видео С Симплом Когда он Начинал стримить И Зевс Присоединился К Нави Он не убивал В голову И говорил Этот игрок Слабый Или этот игрок Сильный Он рассказывал Происпользование Молотова И как правильно Занимать банан С гранатами О Они не понимают План Ну ничего Они еще Слишком молоды Они не знают Когда нужно Пушить Он рассуждал Как внутриигровой Лидер Могу сказать Одно точно Симпл Очень быстро Учится И он готов Учиться У любого Человека Если тот Может дать ему Что-то Он впитывает Информацию Отовсюду Прямо как Губка И адаптирует Ее под себя Как мне кажется Если у вас В команде Есть такой человек Как Зевс Скажется на вас Именно это И является Одной из причин Почему хоть Зевс давно и ушел Симпл стал Намного более Рассудительным игроком А не просто Безбашенным стрелком У него есть Скил У него есть мозги Поэтому он Может доминировать В игре Как бы Саша Меня уважал Да То есть И из-за того Что я его старший И По Статусу капитана То есть Он пытался Все равно Ко мне Ответственно Не подходить Ну и в принципе Как бы мы с ним Редко переходили Вообще на личности То есть Мы даже если ругались У нас были конфликты Споры Много всего было Все равно Вот какое-то уважение И человеческий фактор Мы всегда сохраняли Это нам помогало Решать сложные В сложных ситуациях По-разному Мы себя вели И я И он Но мы всегда Могу отметить И он В том тоже Проявлял себя Чтобы все-таки Там Если мы ссорились Помириться Или там Наладить Как бы Нормальные отношения Вот за этим Мы всегда следили У Саши часто Были состояния Крайностей Когда вот он Прям вот эта команда С которой он готов Прям забрать Любой турнир И прям вот он Готов сказать Что это легендарная команда С которой Добьюсь результата И после поражения Это может быть Самая ненавистная Ему команда То есть он может Сказать Что вы вообще Не умеете играть Вы вообще Вы вообще Ребята Полностью Не знаю Там Не готовы Там Соревноваться На высоком уровне Что-то вроде такого Такой момент Когда мы Сами Думали о том Чтобы попрощаться С Саней Он был Наверное Один Это было Если я правильно Помню Перед каким-то Крупным турниром У Саши Были Эмоциональные Всплески Во время Тренировочного Процесса Тогда он получил От клуба Мы тогда Это называли Желтая карточка Но собственно Потом он Все эти Какие-то моменты Которые были Критические Он их устранил И тфу-тфу Мы Никаких Радикальных Решений Тогда не приняли В обратную Сторону Были ли моменты Когда Саша Хотел уйти Да Были Периодически Они были Эмоциональные После каких-то Моментов Игровых Или турнирных Но Это было Там Не очень Скажем Не очень С конкретными Какими-то Оферами Или клубами Связаны Это просто Были эмоции А если говорить О Таком Близкой Возможности Ухода То это Было В случае Когда его Хотели Подписать МАБР Для нас Это было Неожиданностью Что МАБР В целом Так кардинально Захочет Сменить Состав И язык Коммуникации Это было Неожиданно И Как это Случилось Я получил Сообщение Одновременно От Егора И Саши Что Вот Так-то Так-то С нами Связались Мы Хотим Да Первоначально Их Решение Было Попробовать На тот Момент Фолин И так Это Ну Были Победители Там Двукратные Мажоров Это Были Ребята С которыми Все Хотели Попробовать Поиграть Это Было Что-то Типа Соло Инуна Для Зайца Вот Если Дотерским Языком Говорить В свою Очередь Мы Понятное Дело Отпускать Саню Не Хотели Но И Держать Силой Какой-то Возможности Или Даже Желания Точно Не Было Поэтому Мы Общались Мы Много Обсуждали Перспективы В Нашем Текущем Составе Я Объяснял Ему Что Проблемы Коммуникации Эти доли Секунды Которые Вы Будете Терять Для Того Чтобы Донести Своим Тиммейтам Ту Или Инную Информацию Это Тоже Может Очень Решать И Собственно Это Кот В Мешке Ты Сейчас Подпишешь Долгосрочный Контракт Будешь Вдали От Дома Непонятно Получится У вас Или Не Получится Плюс Сами Мебры На Тот Момент Очень Странно Вели Переговоры Как С точки Зрения Финансов Так И С точки Зрения Не Не Непонимание Покупки Егора То есть Они То Хотели То От Этого Опять Отказывались Сашу Это Тоже Смущало Как Минимум Он Не Понимал Есть Ли У них Какая Реальная Стратегия Сильных Индивидуальных Гороков Мало Нужен Это Все-таки Командная Игра Синергия Тимплей Понимание Мы Лучшие Команды И мы В том числе Доходили Уже До Уровня Когда Ты Без слов Можешь Разыгрывать Ситуации Причем Сложные Важные Микро Вот И мы Это делали И многие Команды Ты смотришь Думаешь Как А там Это Я думаю Что Все Хорошо Все правильно Произошло И все Остались Довольны Потому что Хайпа Навели бы Много И мне Самому Было Очень интересно Следить За этой Командой Конечно Ну Просто С ним Поговорили Так Ну По-семейному И Просто Сказали Что Ну Не стоит Этого Делать То есть Если Добиваться То Добиваться Со своей Командой Плохо Надо было Перейти Это дно Я никогда Не выиграю Мажор Здесь В этой Команде Понимаешь Ну Нет Не так Все Ты просто Принимаешь И все Он взвесил Принял Решение В моем Понимании Этого Тоже Не нужно Было Делать В смысле Уходить В другую Команду Потому что Это Киев Это Твой Родной Город Организация Которая В Киеве Организация Которая Тебя Любит У вас Взаимные Хорошие Отношения В этой Организации Ты уже Как бы Легенда Зачем Ну Типа Что Только Ради Спортивных Результатов Я бы Его Понял Если бы Он Честно Сказал Я Хочу Пойти В другую Команду Играть С Колдом Просто Потому что Я хочу Выиграть Мажор Здесь Я не могу Выиграть Мажор Но при этом Он все равно Выбрал Путь Нави И Этого Все равно Видишь Время Идет Уже Сколько Прошло Времени Больше Двух лет Около Двух лет Плюс Минус А команда Перестраивается Команда Все равно Идет Команда Не падает Команда Держится В топе Да Она там Не топ Один Но Извините Меня Игра Стабильная Они Стабильно Выходят Проходят Глубокие Стадии То есть В моем Понимании Спортивные Результаты У Нави Хорошие Ну Нормальные Типа Неплохие И он Является Важнейшим Звеном Этой Команды Я Его Набрал Мы Верю Что Мы Можем Этим Составом Выступать Лучше Чем Мебры И Собственно Он Принял Самостоятельное Решение Что Он Остается Сообщил Об этом Майбар Написал Пост После Этого У нас Был Приличный Стриг Турнирный Мы Выиграли Три Крупных Турнира Подряд Саня Стал Лучшим Игроком 18 Года В мире Я Немного Следил За Баскетболом Которые Всегда Дополняли Друг Друг Мне Симпл Чем-то Напоминает Майкла Джордана В том Что Он Настолько Хорош Что Вокруг Него Строится Вся Команда Если Сравнивать Его Со Мной То Я Не Являюсь Настолько Крутым Игроком Поэтому Команды Которые Можно Построить Вокруг Меня И Вокруг Симпла Они Будут Системно Отличаться Друг Симплу Нужна Команда Которая Раскрывает Его И Постоянно Создает Для Него Возможности Потому Что Лучше Него Никто Не Сыграет В 99 Ситуациях Из 100 Я Считаю Что Это Оптимальная Система Но Она Подразумевает Что В команде Есть Скилловые Игроки Иначе Живас Просто Переедут В тех Местах Где Их Нет Симпл Очень Сильно Влияет На Своих Тиммейтов И Это Влияние Конечно Оно Отражается На Эмоциональном Каком-то Фоне Как Тиммейтов Так И Его Личного Но Это Очень Сильный Драйвер Вообще В целом То есть Он Не Позволяет Тиммейтам Расслабиться Никогда Даже Возможно Когда Они Спят Они Должны Думать Должны Думать О том Как Пофиксить Все В своем Будущем В будущих Каких-то Игровых Матчах И Этот Драйвер Он Позволяет Опять же Расти Не только Индивидуально Симпл Но и В всей Команде Вместе Взятой Симпл Знает Что он Лучший Он Это Прекрасно Понимает Он Ожидает Что Другие Будут Уделять Много Времени Игре Но Когда Они Этого Вот Тогда Он Может Высказать Все Напрямую В лицо Слушай Ты играешь Плохо Тебе Нужно Больше Тренироваться На Десматч Или Мы Проигрываем Твои Тактики Не Работают С этим Нужно Что-то Делать Я Думаю Что Это Все Из-за Того Что Он Не Любит Проигрывать Особенно Если Он Играет Десматч По 10 Часов В день Хотя Я Не Знаю Сколько Времени Он Уделяет Этому Сейчас То Он Рассчитывает Что И Остальные Будут Работать Так Ж Усердно Как И Он И Прикладывать Столько Ж Усилий Как Я Уже Сказал Он Прекрасно Понимает Что Его Тиммейты Не Так Ж Хороше Как И Он По Крайней Мере Раньше Он Точно Знал Что Он Лучший Игрок В Команде Но Он Уровень То Он Ожидает От Своих Тиммейтов Того Ж Если Команда Симпла Проигрывает Из-за Того Что Кто Не Дорабатывает Не Доигрывает Или Не Выкладывается На Полную Тогда Он Становится Недовольным И Начинает Злиться Я Думаю Он Всегда Был Такой Он Ненавидит Проигрывать Он Всегда Хочет Побеждать И Он Будет Стараться Помочь Тиммейтам Стать Лучше И Делать Все Чтобы После Поражения Всегда Следовала Победа Саня Действительно Требователь Он Требователен К себе Он Очень Требователен К Тиммейтам К Не Знаю К Клубу К Стафу Даже Это Касается И Медиа И Рекламных Каких-то Активностей То Он Заставляет Всех Кто Его Окружает Работать На Максим Вот Я думаю Что Это Качество Которое Его Идет с ним Рядом Да Сквозь Всю его Жизнь И Вот С возрастом Да Он Стал Мудрее Спокойнее Но Как раз Это Его Требовательности И Высокие Стандарты Которые Он Ставит И Себе И Тем Кто Его Окружает Это Осталось Прежним И Это Наверное То Что Его Отличает От Большинства Игроков Когда Приснился Элик К нам В тот Момент Значит Мы Начали Очень Серьезную Подготовку Началась Хорошая Такая Работа Буткемп За Буткемпом Потом Был Такой Не Очень Благоприятный Период Когда Команда Чуть Не Раскололась Значит Саша С Флейми Чуть Не Ушли Но В итоге Они Приняли Решение Остаться И Наверное Это Очень Как Скажем Сильно Бустануло Всех Потому Что Во-первых Саша И Егор Понимали Что Ну Все Раз Они Остались Надо Работать И Остальная Часть Команды Понимали Что Они Могли Только Что Расколоться И Вот Шанс Как Жизнь Дает Второй Шанс Надо Работать И Все Реально Включились Работали И После Этого Мы Начали Побеждать Ты Знаешь Когда Элик Пришел В команду Я На все Темы Тогда Действительно Была Такая Перезагрузка Это Действительно Была Молодая И Свежая Кровь Потому Что Благодаря Элику Началось Вот Это Не знаю Возрастное Какое-то Обновление Появилась Уверенность Потому Что Элик Хорошо Себе Показал С Хорошим КД С Хорошим Пониманием Игры И Сначала Вся Эта Уверенность И Вот Этот Фейерверк Эмоций Он Помогал Двигаться Команде В правильном Направлении Но Когда Что-то Не Получалось Конечно Все Говорили Стоп Давайте С холодным Умом Сейчас Проанализируем Что же Не так И находили Уже Скажем Какие-то Следующие Моменты Над которыми Нужно Было Работать Так Саня И себя Позиционирует Его Позиционирует Как топ-1 Игроком Он Хочет Чтобы Команда Играл Соответствующий Поэтому Он Довольно Требовательный Но Я не считаю Что это Какой-то На самом деле Минус Потому что Ну Его Можно Понять Он Хочет Быть топ-1 И хочет Болгомада Болгомада Я считаю Что Саша Выделяет Его Игра Так как У него Очень Агрессивный Стиль Он Не Любит Ждать Также Его Понимание Игры Его Мысли Его Передвижение По Карте Это Все Складывается Первый Тип Трудолюбивый Второй Тип Талантливый И третий Трудолюбивый И талантливый Игросаж Относится К третьей категории Так как Он И трудолюбивый Потому что Очень много Играет в игру И талантливый Если Описывать Симпл Одним словом Я бы Сказал Перфекционист Ну Потому что Он тратит Очень много Времени На улучшение Своей игры Играет FPL И всегда Пытается Совершенствоваться Он был Таким Еще с того момента Когда я о нем Услышал Я с ним Встретился Еще на Берлине До того Попал даже В команду И Саня Был Очень Жизнеобщительным Я не думал На самом деле Что он Прям такой Энергичный Именно Не только в игре А в жизни И Ну Саня Показался Очень таким Крутым Общительным Человеком Мы там С ним Проговорили Про какую-то игру Ну и когда Попал в команду Уже тоже То есть Саня там Помогал С какими-то Вещами Помочь Быстрее Достичь опыта Который у него Есть Ну и передать Это Очевидно Что я пришел И не был Как бы сразу Готов к Киридин Потому что Никогда не играл И Саня То есть Каждый раз Пытался Вот Какую-то ситуацию Которая мне Первая раз Произошла Объяснить свое мнение Как бы он сыграл И я это уже Принимал И пытался Ну Под себя Это как-то подстроить Самое запоминающее Что было Это готовиться Когда Саня Клач делал Один в четыре Против Ликвид Там такой вайп Был Типа Вот у нас Ну вот Где Мы сидели Пятером С командой Такой вайп Еще Андрюха Подбежал Ну Саня Тогда очень жесткий Раунд Взял Мне кажется Вот именно Игровой момент Это наверное Сам запоминаешь Как в японской Культуре Есть Философия Кайдзен Когда ты должен Каждый день Совершенствоваться Становиться лучше И в принципе Это похоже На Сашу В каком-то смысле То есть Не на сто процентов Но Что-то там есть Что он Очень предан Именно самой игре Также мне кажется Что есть еще Серьезный сопернический дух В него Он как-то в нем В его ДНК Находится А это проявляется В каких-то даже Азартных штуках То есть Он может там Он где-то пытается Всегда Быть лучше Чем кто-то То есть В камень-ножницы Может сыграть на деньги Я помню Это еще Когда мы были Во Flipside Плойку Сыграть с кем-то Тоже И доказать Что он лучше Мне это напомнило Даже в каком-то смысле В фильме Майкла Джордана Последний танец Там была похожая ситуация Он все время хотел Он все время хотел Где-то с кем-то сыграть В перерывах Получить этот адреналин Или Эту энергию Черпать Доказывать Самому себе Или кому-то Постоянно этот процесс Соперничества И это дает тебе Постоянное топливо Наверное Для того, чтобы Не останавливаться Ему приятно Быть первым Все время Он хочет все время Побеждать И если Он где-то проигрывает То он сильно расстраивается Поэтому Когда второе место То Это для него уже Не очень Если первое место То он рад этому Ну Честно говоря Для него Сейчас выигрывать Вот Выигрывать турниры С командой Это намного важнее Чем МВП получать Или занять первое место По версии Холл ТВ Для него главное Чтобы команда выигрывала И чем чаще Тем лучше Ну понимаете Вот у него мечта Выиграть мажор И я Теперь его понимаю Для того Чтобы его выиграть Ну Надо как-то Тренировки постоянные Ну как Без труда Ничего же не будет Понимаете И поэтому Для него Да Для него Это его работа И она для него Очень важна Это самая заветная мечта Это как Получить Грэмми Это как Получить Оскар Он как Леонардо Ди Каприо Сейчас Который Долго не мог Получить Оскар Из шести мейджоров В которых Симпл участвовал Вместе с Нави И вы можете Сами это проверить Хоть это и спорное мнение Если вспоминать Колдзера Гитрайта И других игроков Которые выиграли Мейджор турниры Я считаю Симпла Лучшим игроком На мейджорах У него Нереальная статистика И не важно Против кого он играл Даже до прихода В Нави Просто безумные цифры Самое обидное Что ближе всего К победе на мейджоре Он был до Нави Тот момент Когда он уехал В Америку И они вышли в финал И проиграли СК Тогда Когда мы смотрели Этот финал Вот на тот момент Я не понимала Что это такое Теперь Вспоминая И пересматривая Эти Записи Я понимаю Что для него Это было Когда он стоял И плакал На сцене Ну понимаете Не просто победу Одержать А когда он мне сказал И говорю Саш Ну мажор будет еще И будут Разные чемпионаты И вы выиграете Все равно Время приходит Одна команда Была на верхушке Вторая И потом меняется Все со временем А он мне говорит Мама Ты не понимаешь Ведь если бы Тогда я выиграл Мажор Я был бы Самым молодым Игроком В мире Который Выиграл Мажор Говорит Больше Такого момента Не будет Мне потом Будет 19 20 21 И тогда Я поняла Всему свое время Значит Не дано было Выиграть Тогда Мы тогда Проиграли 15-16 15-19 Вели его Бразильцев И проиграли Две карты А потом Они вышли В финал Против Нави И уничтожили Нави Вообще Без шансов Вот это Был самый Обидный Мажор Все забывают О MLG Коламбусе Где у них Два раза Был маппойнт Против команды Люминосити Которые В итоге Выиграли Тот Мейджор Если бы Они попали В финал То играли БЫ Против Нави У которых Гвардиан Только оправился После травмы Запястья И потому Слабо Отыграл В гранд Финале Который Они проиграли Если брать Его историю С Нави То реальных Возможностей Выиграть Мейджор У них Было Две Один раз На Фейсет Мейджор Лондон Это было Очень зрелищно Но они Играли В финале Против Астралис Которые На тот момент Были Просто непобедимы Я думаю Их никто Бы не смог Обыграть Тогда И поэтому Они не проиграли Ни одной Карты В плей-офф Сетка Тоже Сыграла Свою роль Потому что Нави Не должны Были Выходить В финал Они Были Топ Три Четыре На тот момент Им Повезло Они Оказались Сильнейшей Командой В своей Части Сетки На тот Момент Тим Ликвид И возможно Фейс Могли Составить Лучшую Конкуренцию Астралис Вины Нави В этом Нет Просто Глядя На сетку Может Казаться Что Они Провалились В финале Проигрывать Мейджор Очень Обидно Учитывая Те жертвы На которые Ты Идешь Особенно В случае С Симплом И тем Сколько Времени Он Проводит В игре Безумно Тяжело Оставаться За шаг До финальной Черты Проиграть Финал Мейджора Это Наверное Самое Ужасное Чувство Я Не Испытывал Его Лично Но Проигрывать Любой Финал Это Очень Трудно Когда Ты Зашел Так Далеко По Турниру А Следующий Начинается Почти Сразу После Этого У Тебя Не Остается Много Времени На То Чтобы Проанализировать Ошибки Или Попытаться Найти Плюсы В своем Выступлении Поэтому Да Проигрывать Финалы Очень Тяжело Особенно Финалы Мейджора Я Скажу Так Каждый Финал Мажора Который Был У Нави В моем Присутствии Это Действительно Ожидание Что Вот он Наконец Шанс Вот Мы Его Заберем И Каждое Поражение Очень Сильно Било Ну Такой Даже Мне Вот Вспоминать Каждое Это Поражение Поражение В финале Порой Сильнее В финале Мажора Сильнее Бьет по Команде Чем Не знаю Не выход Из группы Даже То есть Это Действительно Вот он В одном Шаге От победы Вот она Мечта Можно сказать И ты Проигрываешь Опять И опять И опять Это Тяжело Переносится Это Правда И То Поражение В Лондоне Астралис Не исключение Конечно же То есть На тот момент У нас была Очень хорошая Форма Мы Проделали Очень хорошую Работу Не знаю Я лично Был уверен Что мы должны Забирать В принципе Команда Всегда Как я уже Сказал Мы в финале Мы идем За победой Но чуть Не хватает И мы опять Проигрываем Что я могу Сказать Мейджор Который Мы Проиграли В финале Против Астралис Получается В Лондоне С моей точки Зрения Мы Морально Вот именно Психологически Были не готовы То есть Мы играли Очень зажато Скованно Что-то На нас Давило Какая-то Вот Какая-то Хрень Космическая Да Пожалуй Самый лучший Шанс Был на Эйм Котовицы 2019 Симпл Отыграл Блестящий Весь турнир От начала И до конца И все Помнят Как он В одиночку Тащил Нави В матче За выход Финал Против Энс Там Этот момент Когда он Проигрывает Этот клатч И Расстраивается Я в интернете Находил Там Просто Это просто Слезы Против Энс Это Такая боль И просто Есть видео Которое Надо посмотреть Чтобы понять Насколько Больно Глубоко Душевно Это все Было И там Такой момент Там тоже Это все 4 секунды Проиграл его Именно эмоционально Побеждать Если бы они Попали В финал В тот раз Я думаю Что он Бы оказался Интересным Нави Были Очень Сильны На тот Момент Но Главный Момент Заключался В том Что Это Был Второй Финал Против Астралис Подряд Первый Хочу В финал Он Он Всегда Говорил В интервью Соперник Был Сильнее Нас И Мне Еще Есть Над Чем Работать Если Боя Действовал По-другому В этих Раундах То Возможно Мы Выиграли Он Брал Всю Ответственность На Себя Вот Сразу Во время Игры Сразу После Игры Он Действительно Может Это Крайне Эмоционально Переживать И Это Ну Такой Отпечаток На нем Лично Какой-то Даже Дает Каждое Поражение Но При этом После Происшествия Какого-то Там Времени Не знаю Даже Несколько Часов Может День Он Очень Правильно Переживает Эти Поражения И Что В таком уровне Опять же И Так Долго Ты Всегда Будешь Кому-то Проигрывать Это Так Оно И Часть Профессиональной Какой-то Карьеры Это Конечно Научиться Переживать Эти Поражения Переживать Их Правильно И Саша Спустя День Или Даже Быстрее Иногда Когда Уже Прошло И Забылись Эти Эмоции Первое Он Начинает Подходить К этому Всему Конструктивно То Он Ищет Улучшаться Из Года В Год И Действительно Он Уже Там Пять Лет Шесть На Очень Высоком Уровне И И Вот Этот Конструктив Он Очень Дорогого Стоит И Он Именно Таким Образом Старается Проходить Все Свои Поражения Все Свои Сложные Периоды В Матчах В Играх В Турнирах Или В Карьере Вообще В целом Сложно Себе Представить Чтобы Саня Вообще В какой-либо Ситуации Опускал Руки И В целом Он Не позволяет Это делать И Окружающим И Тиммейтам И Всему Ставу Который Работает В команде То есть Он Всегда Идет До конца И Он Вот Что Классно Мэчится Да С нашим Клубом Он Действительно Одержим Победами Но У него Определенно Есть Уникальный Подход К Работе Вообще То есть Мало того Что он Невероятно Талантлив И Безусловно Это дало ему Очень большой Буст на старте У него Очень крутая Трудовая Этика И Он Очень много Работает И В нем Неиссякаемый Источник Вот этого Желания Побеждать Который Двигал им С самого начала Его карьеры Изначально Двигал его Возможно Чрезмерно Но И сейчас Тоже Он Очень хочет Побеждать И из-за этого Он постоянно Тренируется Он Постоянно Пытается Как-то Совершенствоваться Быть в мете Быть в теме Быть Может быть Даже Впереди Всего этого И Конечно же Все это Совместно Делает Из него Просто Максимально Универсального И качественного Игрока Ну и безусловно Механически Все эти моменты То есть Он Очень классно Стреляет Очень мало Мажет Очень мало Ошибается И Роль у него В команде Такая Ответственна И Он максимально Стабилен Вот наверное Именно стабильность Это и есть Главная уникальность Его плейстайла Но стабильность Она достигается Не какими-то там Определенными Тренировками А стабильностью Как раз таки Тренировок Ну в общем Сложно это Объяснить И если бы кто-то Точно знал Этот рецепт Я думаю Уже был бы в мире Второй симпл Но что-то пока С трудом Можно найти Такого же Стабильного игрока Симпл это Супер скилл То есть Это Не просто Игрок Уровня Там Не знаю Старикса Если сравнивать С 2010 годом Да Это игрок Который В себе Наверное Вобрал В плане Скилла Сразу Нескольких На тот момент Великих КС-еров Эпохи 1-6 То есть Это И Эдвард И Маркелов И Старикс И все Они В итоге Сплотились В одном Игроке Я Очень хорошо Помню Насколько Хорош Был Егор Маркелов С АВП И насколько Хорош Был Ваня Эдвард С Юэспи Ну а Также Серега Старикс Который Невероятно Умел Стрелять Из М4 А1 И Как мы знаем Симпл Прекрасно Справляется С любой Ролью То есть Он Хорош Вот Совсем Мною Озвучен Я Однажды Сказал Во Время Комментирования Еще Не Придумали Столько Прилагательных Чтобы Описать Симпла Очень Трудно Дать Оценку Кому То С Таким Уровнем Таланта И Скилла А Сделать Это Одним Словом Пожалуй Еще Сложнее Просто Одно Удовольствие И Именно Поэтому Я Обожал Комментировать Его Матчи И Надеюсь Что В будущем Выпадет Еще Много Возможностей Это Сделать Даже Если У него Складывается Плохое Начало Он Всегда Найдет Способ Вернуться В игру В отличие От многих Игроков Которых Такая Ситуация Выбьет Из Клея Я Думаю Что Он Всегда Работает Над Тем Чтобы Не Заморачиваться Собственной Статистикой А Главное Найти Ритм Ведь Когда У него Идет Игра Ему Просто Нет Равных Но Лучше Играть С Саня Очень Много Ремен Уделяет Контр Страйку И Ну Со стороны Я его Знаю И кажется Что Человек Каждой Мелочи Знает Эту Игру Все Мелочи Которые Могут Быть Он Прошел Когда-то Или Увидел Поэтому Человек Все Знает Сашин Плейстайл Это Агрессия Это Невероятные Мувы Это Те Шаги Которые Просто Не Читаются Опять же Банальная Ситуация Там Какой-нибудь Клач Один На Один Игрок Против Симпла Продумал Абсолютно Все Ходы А При этом Симпл Сделал Все равно Что-то Вот Такое Чего Оппонент Явно Не Ожидал Я думаю Что Симпл Просто Делает Какую-то Дичь Но Делает Ее Очень Уверенно Он Невероятно Уверен В своей Стрельбе И в том Что Обязательно Именно Он Выиграет Этот Раунд Помню Клач От Сани На Нюке Не помню Против Кого Один В три По-моему Там Ситуация Была Вообще Невозможная И он С Мэйна Забегал Думаю Саша Будет Смотреть Вспомню Этот момент Забегал С Мэйна У него Там 15 Секунд Три Чувака Там Возле Будки Двери И Кишка И он Так Быстро Всех Убил И особенно Третьего Которого Ну там Невозможно Было Брать Раунд Что Я Это Сидел Смотрел И я Честно Говоря Даже Ну Не мог Поверить Мне в таких Ситуациях Вот Реально Искренне Внутри Я Сирил Даня Ну Наверное Блин Пора Как бы Давать Место Молодым Ты Так Не можешь Как Признай Сколько Бо Ты Не Тренировался Да То есть Чтобы Такие Вещи Или Когда Он Там С Моу Спортс На Старладере Со Скаута Дает Килл На улице Контровской За Атаку У нас Там Форсбай И Через Стенку Просто Убивает В голову Ну Я Не знаю Это Фраг Один На Миллион Или Не знаю Насколько Чтобы Стрелять В Он Никогда Ничего Не Делает По Шаблону Он Абсолютно Непредсказуемый Он Просто Прыгнул С Хейвен И Дал Носкоп По Игроку В Коннектор Прямо На Мейджоре Я Помню Реакцию Джеймса Бардальфа Это Не ФПЛ Это Мейджор Да Кто Вообще Такое Делает Он Резал Врага Ножом Прыгая С Балкона В А Мейн А Неправильно Бывали случаи Когда Это Плохо Заканчивалось Для Него И Один Из Самых Запоминающихся Моментов За Время Моей Работы Комментатором Был Против Энса Которые Проводили Турнир Своей Жизни В Катовице Симпл Остался В Клатче Один В Три Как Мне Казалось Без Единого Шанса И Тут Он Простреливает Одного Через Ящик Просто Взял И Пришил Его Если Не Ошибаюсь Я Тогда Сказал Этот Парень Совершенно На Другом Уровне Ну Это Же Правда Как Такое Можно Попасть Потом Убивает Еще Одного Бомба Установлена Под Него И Все Что Ему Нужно Было Сделать Это Удивит И Сделает То Чего Вы Никогда Не Ожидаете Он Подбирает АВП Получает Таймпанч А Следом Промахивается И Это Стоит Ему И Нави Победы Но Его Не В Чем Винить Потому Что Он Сделал Все Возможное И Едва Не Вытащил Этот Раунд Когда Казалось Бы Шанса Уже Не Было Я Имею Ввиду Вот В Скилл И Попадать Эти Нереальные Выстрелы Потому Что В отличие От Других Он Видит Как Это Можно Делать И В Тим Спике Все Кричат Обычно Или Саня Говорит Что Я Дал Очень Жестко Это Крутые Моменты Но До Них Бывают Такие Смешные Моменты Когда Саня Говорит Тихо Тихо Потом Бац Бац И Никого Нет Когда Хайлайта Как раз Обычно Саня Кричит Так Смешно Но Все Начинают Такое Настроение Именно Во время Хайлайта И Там Секунд Десять После Когда Такой Идет Не знаю Угар Потому Что Крик Кирилл Особенно Кричит Потом Саня Смеется Как Кирилл Кричит Все Смеются Еще Раз Верху Убей Я не в состоянии сравнивать его с кем-либо по стилю игры Или сопоставить сильные стороны Я считаю, что он просто-напросто сломал игру Я всегда говорю Если вы молодой игрок, не пытайтесь повторить то, что он делает Это как пишут в дисклеймерах по телевизору Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить их в домашних условиях Вы не симпл, поэтому даже не пытайтесь Извечный вопрос, на который все хотят знать ответ Кто же лучше? Симпл или Зайву? Это то же самое, как в случае с Месси и Роналдо Или Леброн Джеймс, или Кевин Дюрант Это сложный вопрос Если у вас плохое зрение, или вы не знакомы с историей КС Зайву был на уровне Симплом по статистике до этого года И в 2019, и в 2020 Если судить по результатам, то иногда команда Зайву была лучше Они выигрывали турниры, и какое-то время Виталити занимала первую строчку в рейтинге Примерно до конца прошлого года Но в этом Нави начали сильнее Если принимать эти факторы во внимание, то можно сказать Ну не знаю, решайте сами Но если смотреть на количество работы, которую они должны делать в своих командах Я считаю, что никто и близко не сравнится с Симплом Они оба похожи, и у обоих много фанатов Сложно рассуждать в разрезе достижений команды и определять, кто является лучшим игроком и кто приносит больше пользы Иногда выбор лучшего игрока в году не отображает реальный расклад Потому что нужно учитывать достижения команды и уровень турниров А не просто статистику за сезон Это сложный выбор Они отличаются по характеру И я думаю, что Симпл Более требовательный к своим тиммейтам Мне кажется, он позитивно влияет на команду Но трудно судить, когда ты не являешься частью коллектива Зайву же более спокойный, и это тоже хорошо Потому что если у вас слишком много звезд в команде, то это может навредить Я считаю Симпла лучшим игроком в мире Зайву близок по уровню У него невероятная стрельба Он стабилен И я бы сказал, что возможно у Зайву более тонкое понимание игры Вернее, игровое чутье Он может прочитать ситуацию и найти способ, как создать для себя выгодный расклад в раунде И при этом не делая практически ничего нестандартного Если сравнивать их двоих, он больше действует по учебнику Тогда как Симпл творит просто нереальные вещи У Саши есть свой плюс Он на протяжении трех лет играет в топе лучших игроков мира Стал лучшим игроком мира также Он на плаву, а сейчас, допустим, французы как-то не знаю Зайву стал лучшим игроком, а они не впечатляют своей игрой На этом остановились Саша не останавливается Поэтому в этом он круче Но чем-то мы похожи, кстати, с ним Есть у нас похожие такие характерные моменты в жизни и привычки Ну, наверное, он мечтатель Настоящий преданной игре Фанатик Фанат такой настоящий Он любит свое дело Безумно любит Когда-то я был тоже таким И наша команда еще в давних В 2005-м Мы играли Тоже нам было там по 20-22-23 года Вот мы молодыми играли За Просто, за Virtus.pro Вы знаете, мы жили в компьютерных клубах Это известная история Есть фотки такие смешные Когда зимой Это были очень непростые времена и условия Но нам было плевать Нам было плевать Где мы живем, что мы едим Вот мы просыпались, у нас контр-страйк Засыпались в этом клубе На этих кроватях и стульях Общаясь постоянно Контр-страйке Вы его знаете как игрока А мы-то его знаем как сына Это настолько любящий И настолько Такой ребенок Который не обидит родных своих И близких Он не скажет тебе кривого слова какого-то Знаете, как дети есть Ой, да мама там То есть у него нет этого Он понимает, что такое мать Что такое отец Ну а бабушка, дедушка Я вообще молчу Настолько почитает нас Что Ну я не знаю Даже если бы он не был первым в киберспорте То есть это просто бы сын хороший Понимаете А потом уже когда он пошел во флипсайт Это первый-первые их поездка Они должны были лететь в Данию Что-то в Дании у них не получилось А в Воронеж И они заняли там первое место Я как сейчас помню Олег Папа наш Поехал его встречать На вокзал И он А там им дали рублями Я уже не помню, сколько они там заработали И они на вокзале меняли рубли на гривны И он тогда приехал Помню, выкладывает мне так Не помню 15 или 18 тысяч гривен Ну помененные уже И так Ну вот это мама тебе Вот это папе Вот это Леше Вот это бабушке Вот это дедушке Еще у нас дядя Славик есть А он так стоит Блин, а у меня ничего не остается Говорит А, да ладно Вот и все Касательно денег скажу, что Саша У Саши Это человек с большим уровнем эмпатии Он Я знаю И я думаю, это только я там знаю про несколько Да, там пожертвований от него А я думаю, что есть много Которых я просто не знаю То есть немного Человеку нужно для счастья То есть точно немного То есть точно Нет, конечно, тут многие видят свое счастье по-разному Кому-то нужен бассейн возле дома Но я буду счастлив, не имея бассейна возле своего дома Но имея свой дом Либо не имея дом А имея квартиру и машину Либо электросамокат Неважно То есть для меня счастье все равно не в этом заключается И вот по нему это видно Что для него тоже деньги не являются каким-то основным фактором Это было видно всегда И это было видно и тогда, когда он уезжал из Liquid Когда многие говорили Как, чувак, ты сидишь в Америке У тебя там такая зарплата Ты ходишь в супермаркет, покупаешь кроссовки Снимаешь все это в Инстаграме Там новая модель Класс, все круто, все завидуют Блин, а он берет, едет из Америки Возвращается в Киев Ну как так? И он приезжает не просто в Киев Он приезжает, стакается с пациками Ворстплеерс, понимаешь? Играет на Старладере, на стадионе Миксом Потому что Liquid не хотят, чтобы он играл Там за потенциальных конкурентов Там и так далее, и так далее И ты понимаешь, что человек идет не просто за Каким-то материальным Он идет за чем-то другим Он идет за какой-то там славой За победами, да? То есть за чем-то таким, что Что его захватывает в этой игре И это самое важное А деньги, ну там, ну помог, не помог Типа это уже личное каждого Но вот то, что у него Человек большой эмпатии Это вот, это точно про него Если вы победите И у меня нет нового рекорда Это все хорошо Нет, он насчет игры вообще не говорит дома Он все время спросит Как здоровье? Что у вас тут? Как дела? Чем занимаетесь? Такое поинтересуется Что-то посоветует даже Говорю, надо бассейн чистить Да возьмите этот пылесос Купите себе робот Что ты будешь сам это делать? А так, чтобы контролстрайком Вот сам, если спросишь его Тогда он ответит Если выиграли, так это хорошо Если проиграли, то лучше да То есть он не пытается там Как бывает, знаете, кто-то там Сплетни замутить Или кто-то со спиной что-то нашифровать Он действительно все всегда высказывает прямо Иногда, особенно раньше, бывало Это было в грубой форме Но неважно, тем не менее Он говорит прямо Это тоже как бы важный такой Пунтик для человека Потому что, ну, ты, по крайней мере, знаешь Что человек там за спиной что-то не мутит Но если уже что-то плохое происходит Ну, значит, мы выясним сейчас здесь В таком формате Но, да, это есть у него такое За время выступлений на турнирах Можно наблюдать, как поменялся его характер Он стал более спокойным В начале его карьеры были слухи О его токсичном поведении Но от себя скажу, что он очень дружелюбный Всегда здоровается И, хоть мы не знакомы в жизни, как Николай и Саша А знаем друг друга только как Девайс и Симпл Мы уважаем друг друга И он, мне кажется, очень скромным парнем Учитывая его статус И это уникально Он был другим, но Он очень сильно вырос как личность Не всегда удается познакомиться с каждым проигроком получше Но мне он всегда казался отличным парнем Ну, он самый вообще Типа, если его называть Если называть там Greatest of all time То это пока что он У него все титулы У него все титулы И он уже очень много все сделал Оптимальная система Мы иногда переписываемся По любому поводу Но, когда мне удается сесть И полноценно поговорить с ним Кажется, как будто ничего и не изменилось И даже после всего его успеха И спустя столько времени Я до сих пор воспринимаю его как младшего брата Когда мы еще были в одной команде Когда мы ездили на турниры с Liquid Мы всегда селились в одной комнате Много общались И для меня он всегда будет тем С кем я готов поболтать по душам И если мне нужно с кем-то поговорить Я знаю, что он точно найдет время для меня И если ему нужен собеседник Я сделаю то же самое для него Но сейчас, с учетом того, как у меня идут дела И стрим Valorant А также как развивается его карьера в Counter-Strike У нас не часто выпадает возможность просто пообщаться И в том числе из-за разницы во времени и прочего Но мне бы очень хотелось, чтобы этих возможностей было больше Эй, симпл Стоит характер, он не может измениться сам по себе Или тем, что ты ему набьешь морду Или что ты с ним будешь по три часа в день разговаривать Нет, это, к сожалению, может поменяться только с возрастом Только с его личным опытом И смотря со стороны сейчас на Саню Я вижу, что у него уже все есть У него есть прекрасная команда Отличный коллектив Организация за спиной И все, что ему нужно, это выиграть Мажор Чтобы доказать себе и всем, что он этого достоин И в таких уже моментах, да Часто очень не хватает немножко везения То есть я уверен, что ни один человек в мире Который следит за киберспортом Скажет, что Саня не достоин этого звания Да, лучшего в мире Или не достоин звания победителя Мажора Если говорить о каком-то идоле Или о чем-то О ком-то таком, кто может быть фигурой На которую можно равняться Симпл, безусловно, такой и является То есть я лично к нему обращался Приходил там с братом, с его другом Мы его отлавливали Саша, давай сфоткаемся И он не то, что он там То есть он всегда был открыт к этому И в его общении, в его коммуникации Ну и, конечно, в том, как он играет Его можно ставить в пример Как человека, который самоотвержен Который отдается борьбе полностью Который отдается команде, результату Который хочет побеждать Достигать каких-то результатов И то, что есть такой кумир у молодежи Который разваливает в Counter-Strike И при этом сам еще по себе Довольно приятный парень То, конечно, ну, это классно Значит, мы летали в Берлин Вместе с Сашей И буквально по Рисполе Мы прошли уже паспортный контроль И я смотрю, где-то Саша делся Не могу понять А он стоит, и у него берут автограф Парень какой-то с мамой Ну, взрослый парень уже такой Лет под 18 ему И я слышу, это мама Ой, Боже мой, как хорошо, что мы вас встретили Мой сын так мечтал Я прямо была ошарашена И потом, когда мы гуляли уже по Берлину Ну, в соцсетях там мы выкладывали фотографии Мы фотографировались И когда ребята русскоязычные Отслеживали нас по геолокации И приезжали к нам в рестораны В кафе, где мы кушали Это было, конечно, так смешно И, ну, интересно Поэтому, ну, как, приятно, конечно Ну, как вот Ну, как можно не гордиться таким сыном Он дает пример того Как можно достичь очень больших высот Притом, как в игровом плане, так и в медийном Притом, очень часто мы слышим вещи, что Вот нельзя совмещать, да, там, медийку, например, и игру Я вот хочу, чтобы меня никто не трогал Я хочу просто играть и все Отстаньте от меня со своими интервью Вот, но В случае с Сашей Да, возможно, с ним сложно договориться на интервью Потому что просто, как я уже сказал У него нет на это времени, да, там, достаточно Но при этом он совмещает это все В себе и одинаково успешен и там, и там Поэтому, вот, показать пример Как это можно достигать все одновременно и очень быстро Это, наверное, очень большая мотивация для всей молодежи в СНГ Да и не только Я читаю Сашей примером для многих начинающих игроков Так как Саша очень сильный в индивидуальной игре И молодых игроков это цепляет И они хотят попасть в киберспорт Ну и в частности в Na'Vi Помню ли я самую трудную игру против Симпла Самая запоминающаяся игра, наверное, это финал мейджора в 2018 Я не помню, как мы играли индивидуально Но это была самая замечательная победа против них Но самое досадное поражение было против Na'Vi в Катовице в 2020 Где нас просто уничтожили в четвертьфинале Это поражение мне запомнилось больше, чем победы против Na'Vi Это был первый турнир, где я был тренером У нас был новый состав Мы очень долго шли к победе После смены состава Тогда еще То есть старая эра ушла Na'Vi пришла, новая эра И это была первая победа Мы поняли свою силу Поняли, что мы можем быть лучшими в мире И при том в такой форме Когда мы всех очень сильно обыграли И показали всем, что мы способны Это было очень сильное воспоминание И мы видели перед собой светлое будущее Команда у Na'Vi в моем понимании Самая сильная по скилу по игре За последние 10 лет С момента состава с Зевсом, Эдвардом, Стариксом, Маркеловым и Сенькой Сейчас в моем понимании команда по скилу Эта игра уже эволюционировала Скил игры в целом вырос Но состав сейчас очень сильный И с этим составом выигрывать мажор Да, ок Я думаю, что в этом составе у Na'Vi наилучший шанс Когда мы вернемся к нормальной жизни И Ланам Я считаю, что у них больше всего шансов на победу Живем-увидим Но я думаю, у него впереди блестящее будущее Если они сохранят состав в том виде В котором он есть сейчас И Counter-Strike вернется к обычному формату Я уверен, что у него однозначно будет возможность выиграть мейджор И его ждет успешная, долгая карьера И если он продолжит оказывать положительные воздействия на окружающих И брать на себя ответственность, осознавая свое влияние на комьюнити Я думаю, что он может стать движущей силой для Counter-Strike в дальнейшем Меня спрашивал журналист У нас дома, в комнате Спрашивал Ты веришь в то, что Саша станет топ-1 мира? А я ему сказал Блин, бро, конечно, я верю Это сто процентов У меня нет сомнений Просто нужно время И время прошло И когда он встал Я с улыбкой на лице вспоминал это интервью Потому что, ты знаешь Это действительно то, о чем я думаю То, что я вижу сейчас Это очень сильный состав КС это не индивидуальная И у меня нет никаких сомнений Что при упорных тренировках Они обязательно выиграют мажор Сто процентов Я об этом точно так же и мечтаю Как и все, кто работают в организации Как коллега, как брат Как член семьи Я просто очень мечтаю об этом Я хочу, чтобы он обязательно выиграл Потому что это ему обязательно нужно Период, когда Na'Vi был лучшей командой мира Выпал на последний турнир перед переходом в онлайн И, к сожалению, мейджор так и не состоялся Но я бы очень хотел его увидеть Уверен, он был бы очень интересным Сейчас все происходит в онлайне И поэтому, по сути, если вы не лучшая команда в мире То вам не обязательно выигрывать мейджор Но проблема в том, что если вы величайший игрок в истории И когда в конце вашей карьеры люди будут смотреть на ваши достижения Среди которых будет лучший игрок И так далее Они зададутся одним простым вопросом А где же мейджор? Это же самый главный турнир И от этого не уйти Многие считают, что если вы по праву хотите считаться лучшим игроком То вы обязаны выиграть мейджор И неважно, согласен я с этим или нет И я думаю, что в будущем он должен достичь этой цели Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я с Саней познакомился совсем недавно Мы вместе в Warzone играли И я постоянно вспоминаю турнир А.И.М. последний Где он просто по ночам играл в Warzone И на следующий день просыпался И набивал 2 КД против лучших команд мира И после этого он мне еще говорит, что я круто играю Кто бы говорил? Когда я начинала работать на турнирах по CSGO Я и не догадывалась, насколько Симпл располагающий к себе как личность И каждый раз, общаясь с болельщиками Na'Vi Я хотела, чтобы они узнали о том, что Симпл классный и приятный человек И когда я начинала работать в CSGO, я и предположить не могла, что буду называть его своим приятелем Он отличный парень Я помню, как во время буткемпа, перед большим количеством важных турниров, включая Major, мы, команда, решили, что предоставим Симплу максимальную свободу действий в игре Поэтому он не был привязан к определенной роли в наших стратегиях и системе, которую мы создали По правде говоря, я не уверен, что ему тогда вообще были нужны какие-то стратегии Мы сделали это потому, что, во-первых, мы думали, что так будет лучше для команды И, во-вторых, он тогда, скажем так, не очень любил играть структурно Я полагаю, он уже понимал, что он был особенным игроком И ему просто хотелось бегать и убивать противников на сервере И получать от этого удовольствие Он был, я думаю, уже тогда лучшим игроком в мире Но он еще не знал об этом Он спрыгнул с Хэйвен Дал ноускоп СВП в полете по Аденнис Приземлился Убил Кримса в Бэмэйн, тоже без прицела И выиграл раунд Весь стадион взревел от восторга И энергетика была просто сумасшедшая Это был особый момент И тогда я понял, что мы пройдем в финал А после турнира он дал мне эту мышку Которую я храню уже много лет Это бесценный подарок Я очень рад видеть его развитие как человека и как игрока Я считаю, что он самый талантливый игрок в истории CSGO Вы только что посмотрели фильм о величайшем игроке CSGO О Симпле, который может творить чудеса в игре Быть очень веселым, а также токсиком Надеюсь, вам понравился фильм И Симпл Надеюсь, ты выиграешь мейджор в этом году У него очень много как и фанатов, так и хейтеров Ты знаешь, я вот буквально вчера смотрел комментарии С последнего турнира С Кёльна, где мы выиграли И я открыл Сайберспорт И всегда читаю комментарии Мне нравится читать, когда комьюнити радуется То есть это действительно круто Ты получаешь положительные эмоции Конечно, там есть хейтеры И я понял, что с его количеством фэнов Точно так же растет и количество хейтеров И некоторые с ним с 2017-16 годов Потому что когда ты читаешь комментарии Нажимаешь на профиль комментатора Ты видишь, что... Мне очень нравится, что там есть история Когда можно посмотреть И он там до конца топит То есть каждый турнир А, Нави победили, первое место Ох, 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 вы еще не знаете, что будет дальше Типа такого ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА